Мы очень долго обсуждали тему, какую тему взять, искали разные варианты. В конечном итоге из всего предложенного аппаратом и самим комитетом был сделан акцент на воспитании. Это очень актуальная сегодня история. И действительно под руководством и по поручению Валентина Ивановна Матвиенко, такая рабочая группа в Совете Федерации создана, готовится к серьезному госсовету. И это действительно тема, где ну вот краев и точных рецептов их нет. Поэтому послушать наш опыт и наши предложения сегодня было важно как для комитета, так и для нас, потому что сверить свои карты с федеральным центром, со всей России, это всегда важное понимание, куда нам дальше будем двигаться. И в этом смысле, во-первых, мы работаем в составе рабочей группы Совета Федерации по подготовке к этому большому мероприятию, по обсуждению программы воспитания, касаясь там всей России. А во-вторых, это опять ряд инфраструктурных, очень серьезных изменений, которые, как нам кажется, фундамент вообще всей воспитательной работы. Мы говорим о сельской школе, так давайте создадим нормальные условия и посмотрим те сельские школы, которые на сегодняшний день, ну, мягко говоря, в приспособленных вариантах живут. У нас по Муловской школе есть вопрос, у нас по Новоспасскому есть вопрос, у нас есть порядок других муниципалитетов, то, что мы предлагали в проект решения. Мы говорим о том, что надо развивать инфраструктуру спорта, но, может, нам и не нужно строить ФОК в каждом селе. Есть спортивный зал в учреждении профессионального образования. Это особая категория ребят, для них должны быть условия, и для жителей должны быть тоже условия. Эту историю мы тоже сегодня озвучили, и, во всяком случае, на карандаш ее взяли, и министерство будет по этому поводу думать. Ну, и ряд других предложений, которые касались бы пересмотра там и госпрограмм, и финансирования, и инфраструктурные объекты, которые нам нужно строить дальше, детские сады и школы, на самом деле поддержку мы получили. И я так понимаю, что диалог с Комитетом по образованию и культуре у нас еще будет продолжен в рамках рабочей группы по подготовке Госсовета к воспитанию.